Я хочу сказать, что в этом конфликте, даже если Российская Федерация хочет получить Крым, она в ходе развязания конфликта после окончания его, потому что рано или поздно конфликт все равно будет исчезнут. Они получат просто пустыню, которая будет пропитана человеческой кровью. Там не будет больше ничего живого. И самое главное сейчас, в данный момент, просто сохранять спокойствие и быть бдительным, потому что если забернется колесо, это колесо уже будет не остановить. Но тем не менее, все прекрасно понимают, что это наша страна, наша Родина. Это земля наших отцов, наших дедов, которые отстаивали ее не раз, и мы ни в коем случае не имеем права перед памятью предков, перед нашими детьми, перед нашими грядущими поколениями просто отставить это просто так. Мы не собираемся съесть ножа руки, не собираемся выкидывать белый факт. В любом случае мы будем поддерживать наши вооруженные силы и в любом случае будем сражаться вместе с ними до последнего солдата. Я хочу обратиться к политике, касаемо выкидывания фактов, информации, которая происходит. Не тормозите колесо, потому что вы тормозите колесо, и тем вы умовляете еще более славосливую ситуацию. В отношении России, все-таки задумайтесь над тем, что вы, до чего вы приводите. Российская империя может впасти на Украинском Майдане. Это будет из-за того, что Путин на эмоциях сейчас вводит убью в Россию, в Украину, в российские войска. Путин – это маніпулятор, он маніпулювал и маніпулюет всем российским народом. Мы россияне. Думайте, все-таки аналізуйте, до чего произойдет. Загинуть много людей, как это стало недавно в Украине. Мы вас запликаем, не делайте успешных кроков. Я говорю, Люк Михайлович Козак. Хотел бы вернуться до русского народа, до русских козаків. Братцы мои, не допустив кровопролиття, оно нам никому не подлежит. Как никак, мы – братья. Я по Библии сказал, что мы – братья от одной матери и от одного отца. Так что, прошу вас, не проливайте кровь, потому что, кто до нас за оружием прийдет, то он будет негон и погиб. Так что, принимайте, благословите, голодный рогом держите, голодный рогом держите, не поддавайте провокации, не подчиняйте приказу Путину, потому что Путин не зображает, что он хочет. Так же самое я заставился до материн, яких воины зараз находятся на украинской земле в Велухе. Я бы их просил, чтобы они вернулись до своих дедочок, чтобы отступили в украинской земле, чтобы не было такого проголоса пролиття. А так, что могу сказать, я закликаю всех до миру, что спокойствие, дадаю им понимание. Я так берусь. Я Копичинский Леонид Александрович, афганец, представляю здесь 8-й сутки, и здесь нахожусь с первых дней этого Майдана. Я здесь видел много людей, я сам представитель Крыма, и хочу обратиться к всем кримчанам и сказать, у вас идет очень много информации, что здесь находятся террористы, бандеры, фашисты и тому подобное. Я вас прошу, не верьте в это, здесь все такие простые люди, христиане, такие же, как и вы. Мы боремся с властью, коррумпированной властью, власть, которая захватила всю Украину и простому человеку не дает сказать ни слова. Нельзя добиться правды ни суда. Суды стали коррумпированы и их приватизированы. Если ты заплатишь деньги, ты выиграешь, ты не заплатишь деньги, ты проиграешь. Поэтому при таком правительстве жить дальше нельзя. У людей все это накипело, и люди вышли бороться с властью. Дорогие кримчане и россияне, я вас прошу и призываю, мы все люди, братья, мы служили вместе, у нас один священник, у нас одинаковая мысль, и мы хотим жить в мире, и не хотим с вами воевать. И Техов вас призываю, давайте остаемся братьями, будем жить мирно, дружно, уважать и любить друг друга. Слава Богу, отец Александр Дорикевич, последние 12 лет я служу для наших верных в Испании. Слава Богу, отец Александр Дорикевич, последние 12 лет я приехал на Майдане, до 9 січня, после этого я вернулся на марафию свою, и 7 люта я вернулся снова, побачивши все, что творится здесь на Майдане и в нас в Украине. Сегодня я хочу звернуться, я перейду на российскую мову, для того, чтобы это меня почули наши брати в России. Прежде всего, я обращаюсь к вам, всем христианам, и также к мусульманским мужчинам, с тем, что сегодня начался пост, большой пост. Вчера, неделя прощения. В это воскресенье поднят меч войны. Каждый, кто меня слышит, священники, простые миряне, христиане, мусульмане, прежде всего, я прошу, чтобы вы остановили этого монстра, который поднял меч войны во время поста. Только начался пост, первая неделя. Я не хочу, чтобы пролилась кровь, ни христианская, ни мусульманская, ни других вероисповеданий и других народов. Мы все братья, и это я говорю о том, что вчера, как раз на Майдане, перед Твиче, перед тем, как собрались наши сограждане, где были представители всех народов, и на сцене к нам всем, и в том числе к вам, к русским, обращались представители нашего духовенства, епископы православных католических церквей, мусульмане, евангелисты и другие церковные течения. Весь наш совет церквей, наше государство тоже самое призывает к вам. Остановите этого монстра. Остановите. Не забывайте слова князя Новгородского Александра Невского, который сказал, кто на нашу землю с мечом придет, отмечай, погибнет. Меч поднят. Первую неделю поста. Я бы попросил образумиться и остановить этого монстра. Спасибо. Ну и на завершение я просто хочу нагадать всему братнему русскому народу, что у нас есть спильная история, которая тянется в связи с Киевской Руси. Спильная вера. Мы жили дружно много лет, но что появилась сейчас особа, яка за рахунок своей жадобности, хоробливого маразму, зверхності або величии, особистої величии, чи не знаю, святого панувания, бажания. Если она решила протеставить нашу народу, она не может называться представником великого русского нам братнего народа. И не может эта человеку является президентом, правителем от Бога или от народа, скорее всего, от диявола. Потому что система, с которой боролся украинский народ, теперь навряд ли может найти виправдание, когда издействовалося выкрадывание, скатывание, убийство, а потом спаливание в крематориях активистов, истинных граждан Украины, чтобы прихватить следы, жадебность до золотых унитазов и экономический занепад в своем государстве, в целом и освобождение народа, навряд ли еще такие правители имеют право очолювать украинский народ. И мы после этого боролись. Но если Путин решил прихватить в себе и сделать прихот, то кому не Любович Янукович, то это означает, что их много что поединяет. Так же, как и Хусейн, так же, как и Казахи, и так же, как и Садат. Поэтому мы хотим вернуться еще раз до Российского народа. Нам жить и по соседству разом и сдувать. Вы приезжаете на Украину, на наши санаторії, земли, пляжи и Карпаты. Как вы приедете после того, когда прилетится наша кровь. Я хочу также напомнить, что тривая история наших народов оборудовалась только на дружбе, а не на взаимной вируси. Мы боролись против общественных ворогов, против фашизма. Мы зазнали разом общественного горя, репрессий и голодоморья. Также наши братья народа гинули от Афганістана, защищающих одинок. И чтобы нашел все-таки негатив, что мог протеставить на нас, то это мы не должны допустить. Поэтому я еще раз обратился. Вспоминайте своих буждей, которые уже потеряли чувство реальности, которым затмарили очи жадебность и чувство безответственности, безкарменности. Вспоминайте своих сын, вспоминайте своих мужиков, которые сейчас находятся на службе Российской армии и на территории Крыма. Мы еще хотим напомнить, что если пролиется кровь, не только наша. Не допустите этого момента, когда события не можно будет выправить. Жизнь дорогая, как и для вас, так и для нас. Но мы защищаем нашу землю, нашу честь и нашу гидость. А что на нашей земле делают загарбники с гербом Российской Федерации? Задумайтесь. Дякую. Слава Украине! Героям слава! Олег Барна, учитель Тернопільщини, физики, защиту Вечизны, а также военно-запасу, за радянскую армию. По-настоящему миру... Субтитры далеко. По-настоящему миручу. Знаете я, по-настоящему миручусь? Продолжение следует...